итак доброго вам времени суток уважаемые любители футбола это наш очередной выпуск мира ливийской футбольной лиги я вас приветствую после этих новогодних праздников стартанули мы очень здорово есть уже и сенсации в туре интересные результаты но и сегодня моим гостем будет человек из футбольного клуба крылья клубу который уже очень много лет собственно 20 20 лет эта команда отметила александр штеридонов ко мне через небольшую паузу присоединиться но и с ним мы как раз таки обсудим как дела у нас крылья как вообще эта команда начала свое существование откуда ну и а также конечно же обсудим то что у нас было на выходных прошедших и так александр спиридонов присоединяется ко мне в футбольный клуб крылья саш приветствую тебя что же будем начинать да мы начнем конечно самого главного поздравляю крылья 20 лет сумасшедшая цифра это вообще я даже ну мало очень команд у нас на западе кто действительно настолько и старожилы не только западные я так понимаю саш вот расскажи пожалуйста как все как начинался вот этот проект как вы вообще собрались все да спасибо за поздравление на самом деле пролетела в это время неожиданно для всех нас получается практически 15-летними мы ребятами буквально школьным классом обычной обыкновенной школы крылацкого собирались вместе вот на первый турнир тдк это было в девяносто девятом году под подали заявку но тогда было нынче популярно вот этот еженедельник и журнал спорт экспресс футбол вот который зачинал как раз первый тдк номер один вот мы его участники ну то еще начинали в прошлом веке сделаем такую обалдеть это если осознать это просто действительно уникально точно я не ожидал что на самом деле такой проект под названием крылья полетит вот как назовешь да и авто так она и поплывется получилось что да полетела сильно и в года соответственно в девяносто девятом году мы провели первый матч на своей площадке там в районе крылацкая тдк спорт экспресс и пылили там мы лет наверное семь или восемь вот для заметочки просто интересно в начале закинул удочку мы мы команда начала уже существовать девяносто девятом году у меня сейчас есть проект молодежной команды крылья и ребята которые еще не родились вот до девяносто девятого года они в основном 2001 2002 годов рождения из той же с того же района с той же школы с той же площадке представляете соответственно как все начиналось у нас одним классом там гаузинский андрей вот и я фактически есть как свидетели вот первые игры крыльев не будем сейчас про те кто да ну конечно вот свидетели крыльев вот назовем это так вот это не реклама это все это мы видели первый матч участвовали в нем да летели мы там может быть 1 7 но откровенно первые первые игры для 15 летних ребят были ну скажем так вообще просто отдушины это нечто новое поехать в чужой двор поиграть поучаствовать там с кунцева поиграть с филями кстати здесь и носит у нее тоже была команда с которым у нас были такие волшебные зарубы там 3043 радость снегу куча мала для вот 16-летних на самом деле романтично было время полей как таковых тогда не было но вот играли на гравийке играли в снегу на полом снегу когда летишь подкат пробивая лед парень встает и я понимаю что он должен вроде бежать за мячом но с него стекает холодная вода в трусы и я в этот момент не отвлекал понимаю что он наслаждался этим моментом обязательно условия крутили гвозди и винты на шипы свои бутс чтобы бегать по льду чтобы надрать соперника потому что кто кто накрутил винты винторезы эти самолючие получше вот кто-то побеждает ну молодые не все сейчас поймут что нас смотрят точно на бывало так что приезжали на тдк для нас там подготовили площадку коробка хоккейная соответственно чувство что сейчас будем играть на снегу но вдалеке где-то в углу переодевается девочка надевает коньки и начинает метать этот снег и там фактически лед вот на под подушке снега под подушка снега был чистейший лед и мы играли в нечто хоккейное вот это уже смесь да 50 на 50 романтика на самом деле романтика и тдк времена конечно сопровождались как и приятными такими победами выездами чей-то двор также конечно бывали истории когда приходилось мыться в луже уезжать чумазым вот конечно тдк такое время на самом деле без судей то есть судья представляет хозяин соперника и соответственно приезжаешь и ты можешь сталкиваться с такой анафией сейчас у судья соответственно даже представить вот и бывали и угрозы бывали наезды ребята всякие попадались вот но есть что вспомнить на самом деле фотографии все в памяти здесь она осталась да но в любом случае это будет у меня дворовых команд это просто наверно очень хорошая отдушина для как раз таки вот во время именно 15 16 лет совершенно точно что хочу сказать это было для души для всех ребят кто тянулся любил футбол и там где-то примерно девяносто девятом году образовались а через три-четыре года мы создали команду крылья 2 которые попали уже ребята 84 83 84 года рождения то попали ребята 86 87 там другой класс и учился мой брат младший василий сергей тоже наш кстати основной участникой текущей команды вот подключилась еще несколько ребят которые скажем так произошло некое объединение двух команд турнир дворов команд команда называлась реал москва луч вот из нее вышел волошенюк серега и гавринин володя но мы уже вот с давностью лет не считаем их скажем так как какими-то там ребятами зреал москвы это все равно наши крылья тот же двор фактически вот параллели шли две команды и где-то в 2003-м произошло объединение вот да на самом деле так трудно вспомнить историю клуба если бы я не был подготовлен к декабрю когда мы начали 20-летие конечно да александр но я по нему вы собирались команды да в любом случае и александр там был ну супер модой у него тут есть шваргалочка точно на столе я думаю там все ребята да вот она все ребята там точно были довольны все ходы записаны еще бы потому что александр у нас как раз представитель на организатор клубы крылья которого как можно сказать действительно в 99 году начали потом сказал через три года крылья 2 значит увеличили дозу а перед тем как мы с тобой договорились у вас есть теперь еще и дубль крыльев есть еще и молодежный состав расскажи немножко подробнее когда вот а дубле и о молодежи большой промежуток времени на самом деле опустили скажем так я бы начал с перехода на мини футбол надо вот когда вы решили что вот хотите именно играть мини футбол и как вы пришли в лохуилл в общем то та анархия которая происходила в турнирах тдк спорта экспресс начинал это надоедать какой-то год 2007 мы дошли до четверть финала по западному округу скажем так западному дивизиону тдк спорта экспресс и была команда ромашка 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 может быть кстати тогда это было одно и то же поэтому вот ребят из ресторанного бизнеса и собственно они так тонко намекнули ребята чуще здесь делаете тдк понимаете тут могут с пистолетами по угрожать там рядом уже лужники уже все уже уже рядом может быть лондон ради которого бились там это спорт экспрессе вот может быть вы передумаете вот мы передумали да и как раз 2007 2008 год существовала такая лига мини футбольная имени сергея перязева дай бог ему здоровья на самом деле не знаю он свое дело закончил вот но его лига флм существовала на десятилетие где-то с 2005 по 14 15 годом потом это все забросил но тем не менее вот мы мини футбол начали как раз участие в турнире флм откуда кстати очень многие наши товарищи команды левобережный мы знаем их давно еще одних старичков вспомним ничего-чего кстати левобережный они еще не были но как я и говорил в горе обязательно вы его не лисо тихону тоже да вот и привет и в любом случае в одном из следующих выпусков мы их тоже пригласим замечательные ребята вот мы их помним помним команду не ту лид который там же начинала и в целом понимаем что существование команды для 8 на 8 или же тдк спорт экспресс требует большего коллектива а в мини футбол можно приехать ну даже в пятером-шестером то есть ограниченный круг вот плюс заинтересовал мини футбол потому что требуется универсализм как игра в нападении так и в обороне где нужно все время отрабатывать бегать думать быстро нужен качественный пас они скажем так в большой футбол это больше борьба ну вот 8 на 8 он все-таки атлетичней и там понимаете с нашим здоровьем и ростом да не всегда скажем так большую футболу фаворе вот поэтому минька на чище но все равно миньке нужно все равно достаточно быть хорошо физически готовым это безусловно по поводу физподготовки безусловно ты прав я говорю о чисто игровых моментах когда можно там в любом случае это просто другой футбол за верховый мяч летят с локтя да там бьют и куда-то вообще в целом хочу сказать что крылья команда не грубая вот мы воспитаны сказать играть честный интересный красивый быстрый футбол и для нас слова скажем так контактная игра вот жестким фолом изначально не стоит то есть если только против нас начинает так играть соперниками ну это смотри саша это можно сейчас с тобой сравнить от александра смотрите строго и деловой костюм точно так же как его команда аккуратная да без лишних фолов и нацеленный результат ну и вот я как флагман немножко съехавший да всегда спортивные но тоже некоторое строение своей команды что мы продолжим по флм мы прошли долгий путь и собственно ездили то мы куда только не ездили в братиславской марина пробили площадку на рублевке рублевская 34 долгое время мы там гоняли мини футбол а рублевская 26 и соответственно на соседнем поле там пишите это за это то есть за винни вот магазином находилась поляна на которой собственно мы застали упл 5 на 5 на ельниска и счет огурно разговаривали легкие на гельминскую он не застали вот не застали но шамиль изыскаем вот собственно говорю что да те времена в районе молодежный вот кстати тоже команде которые в этом году 20 лет он нам рассказывал о том что мы начинали волковые овощи здесь вот на районе вот молодежного конца вот и мы подглядывали то сыграя флм понимали что уровень и качество мини футбола соответствующие есть и при ласком куда еще ехать можно все рядом играть до возле дома они в каком-нибудь марино катить туда и и братиславской кстати игры на резине резине понимаешь когда там совсем некачественная резинка она отошла где-то там асфальт дырочки тоже свое конечно романтика в этом присутствовала ну вот мы в году наверное 2000 ряд ребят 2010 перешла в систему 5 на 5 а в одиннадцатом году мы целиком полностью команды и заявились это получается как раз начали с первого дивизиона да вот и потихонечку поднимались но вот уже достаточно времени прошло сколько у нас на западе и у вас точно можно назвать самым наверно крепким середняком вот чего не хватает крыльям для того чтобы хотя бы ворваться в пятерку потому что за все эти сезоны но мне кажется самое высокое место по моему 8 если брать года самый первый год в премьер-лиге из которой мы вышли я подготовился посмотрел мы были шестыми или седьмыми ну вот рядом но все равно как бы дальше выше вы почему-то пока что не получается вот в чем паре финансов здесь ряд факторов на самом-то деле первое это ребят которым мы играем я сторонник все таки полагаться и рассчитывать на развитие тех ребят которые которые есть ну грубо говоря я мог бы какой-то из сезонов или годов поменять стиль и пригласить скажем так профессионалов или игравших ребят то есть которых есть хорошая школа но концепция на самом деле крыльев другая играть друзьями играть классом все свои держи на протяжении долгого времени и скажем так старичкам клуба отказывать в удовольствии говорить слушай ну мы хотим первых мест и соответственно давай до свидания вот это не наша концепция ну и глобально я считаю что вот в долгую в любительском футболе ну вот эту вот борьба за вершину она должна все-таки скраиваться не приглашением там звезд типа подъехали там выиграли а потом на сезон а потом что где эти ребята да ну вот уже много лет прошло но команда там были в нф замечательную да был дезинтегратор вот день сейчас то есть может быть часть ребят перетекла в другие клубы вот приглашение там кажется даже во флага не играет часть того дезинтегратора которого на ручку участвовал там ультра команды партизан собственно ну и где они да для меня концепция главное что крылья теме кто есть тем составом ребят мы стремимся к развитию собственного а чего не хватает да каждый год свои так сказать факторы первое безусловно физ подготовка и принципе подготовка это надо заниматься командой полностью целиком посвящать и время кто-то семейный человек кому-то трудно оторваться там от работы но нам необходимо безусловно тренировки вместе в будни лучше желательно конечно пару раз в неделю вот когда они отсутствуют то и соответственно падает результат здесь прямая зависимость кто поработал хорошо этот старте дают кто ты в старте тот хорошо участвовать и выступает на это просто безусловно да люди тоже сезон от сезона разный состав пытаешься травмы бывать же такое тоже что человек там на полгода год вы бывает у меня тоже бывали травмы с министом я практически год играл пера на обезборщик потом операции потом восстановление вот при прежнем на уровне соответственно очень много факторов ну и в целом любительский футбол это всегда для каждого человека и для создания коллектива это борьба приоритетов вот я не могу ничего сделать если и сам такой если парню хочется в отпуск в сентябре ну вот правда и дешевая правильно дешевая вот гад вообще я тут должен пылить это а он там на море собрался ребята играют ну а кто-то отдыхает капитан тоже отдыхал имел дело там на пару недель выпасть из коллектива безусловно же это в борьбе за первые места это же очень важно сбор да но вот кстати хотел сказать саша просто он не сказал и честно говоря я никогда не замечал чтобы у крыльев именно с этим была проблема то есть ну всегда старайтесь хотя бы две сменки но на игру перевозить ну опять-таки сменка сменки рознь или не такая что в плане того что она может быть в ухудшении или тот человек который выходит на поле не такого же уровня скажем которые игра все зависит от готовности я бы сказал уровень людей уровень ребят в футбольном плане может быть и разница отличается но безусловно некий базовый вот фактор это готовность насколько он в принципе болел не болел играл на протяжении там месяца двух насколько он катился чтобы соответствовать уровню премьер-лиги безусловно есть основные ребята которые тащат крылья до на протяжении многих лет там лошенюк сергей который кстати разменял уже вторую сотню голов как я готовился собственно еще а ты тоже разменял ну достаточно давно на первую то есть то есть это же подкрадываешься уже как значение двухкратно однако есть ребята я был приятно удивлен как например захары к рыбакобыленка который к нам пришел в 2015 году и закрыли у него проведено порядка семидесяти четырех матчей и них он забил семьдесят пять мячей то есть у него гол за игру в любом случае то есть стабильность сумасшедшего захара но захар хитрец уже от вас ушел как раз таки восход и в этот сезон восход занял третье место это тоже фактор мы боролись ну вернее мы уже ни за что не боролись шли где-то в середине обезопасить себя там от зоны вылета и каких-либо проблем а вот в тот сезон захар попросился на половину сезона в аренду восход побиться за первые места восхода кстати были хорошие тогда шансы я не могу как препятствовать желание человека но если человек не хочет то как вы заставишь и поэтому приоритеты то отпуска то семейные обстоятельства знаете у нас еще есть команде любители спортивной рыбной ловли вот если мы в сентябре кстати и захар в том числе и шияных алексей то в принципе ребята лидеры команды да они говорят что нас на паре выходных не будет ну что я могу с этим поделать конечно абсолютно не закроешь и все озера и водоемы они летят они едут в тулу кстати находят рыбу там вот я думаю поближе на платниках но тем не менее гоняют ребята далеко вот с интересом хотят тоже добиться каких-то успехов я могу препятствовать и этому а мы безусловно как бы состав крыльев в данной неделе претерпевает сложности но у нас вот есть как бы благодаря этому запас из дубля как раз мы пришли и молодежной команде соответственно заявки есть у меня два-три молодых парня которым сейчас уже по 18 лет и им интересно тренироваться с со старшими ребятами им интересна минка они готовы ехать в залы в манеже только позови то есть вот поиграть развиваться готовы и всегда готовы подстраховать при этом ну мне так нет они понимают что основные есть ребята старшие вот если нужно подтянуться до ребят кстати делали результат был сезон этот план перескочил просто был год наверно предыдущий сезон 18 19 весна мы заканчивали и бились тоже там за борьбе за искать за сохранение место премьер-лиги в том году вот симонов дамя осипов ваня разве эдик по 18 лет ребятам фактически с листа играли в минку и приносили нам победы над восходом над тройкой еще некоторым ребятами не чурались не стеснялись и вот вполне вписывались как бы футбол а зато когда есть свежая кровь давали подышать давали в общем-то ребятам как бы есть выносливость и скорости за что им большое спасибо надеюсь он будет расти и дальше но в целом как бы нас подпитывает дубль на крыльях она хватает ли сил в плане на дубль что обошлили вы количеством игроков задействуете из премьер-лиги западной в дубле или наоборот у вас дубль это чисто отдельный состав в дубль скажем так я там не заведующий не капитан представитель команды в явном виде потому что это очень сложно тянуть на себе все вот на разорвешь ты безусловно там в дубле заведует т.д. фалан с гаврилин володей вот тоже собственно наши ветераны гаврилин володю как и говорил с 2003 года в системе крыльев вот т.д. фалан там нашли 2007 познакомились подружились в системе восемь на восемь лфл северо-запада вот как-то дружились и гоняли те годы помогали им там еще восемь на восемь в районе лица на строгино с холдинской соответственно основа дубля это ребята которые по качеству по уровню уже премьер-лиги здесь не вытягивают но игровую практику желают получать и был же сезон несколько пару лет наверное когда северо-западная лига с димой конторёвым была под эгидой лфл у нас было два направления запада и северо-запада и была единая общая заявка вот в этом отношении мы всегда были как сказать в едином поле заявки не надо было дозаявлять кого-то приглашать было ближе сюда соответственно когда совсем кризис совсем край мы из северо-западной лиги ребят проявлявших себя приглашали они делали результат всегда подстраховывают тоже спасибо почистил по команду подходит к вопросам основной команды крылья вот и там засветились ребята которые на самом деле по уровню по качеству выросли в дугле и в принципе всегда вот заешь они с радостью помогут и основной команде это саков дима рамазанов саид вот в целом они дома усилили бы любой клуб премьер-лиги вот если вы имели постоянную игровую практику вот но здесь уже через приоритет он сам зовешь хорошо поможем там но мы понимаем что у вас играла химия у вас есть основные ребята которые тащат коллектив поэтому мы не претендуем надо давать приглашать относительно молодых у вас вообще люди в основном коллективе играют футбол больше чем им лет да так что да ну и смотри это к нему от самого начала до был ты и андрей вот и из тех кто как бы еще очень давно это вот ты как раз стал себе это и сергей волшинюк да сергей васильев и алексей шиянов вот это вот пятерка да ваш костяк да ваш костяк это вот как вокруг кого именно крылья вы уже очень давно существует да ну и гаврилин володя уже вот но он был вратарем много лет у нас тоже в обойме крыльев существовал пошел перешел на северо-запад немножечко саша причем за западной премьер-лиги как раз мы с тобой еще общались до интервью в плане того что говорил что являешься нашим коллегой или являлся я не на как это сейчас да вот ты как раз также был журналистом в баскетбольном клубе да я был журналистом баскетбольного клуба цска студенческие годы ездил с ноутбуком таскал на матч у меня была аккредитация на первый ряд было видно группу поддержки очень близко да кстати группа поддержки цска баскетбольный там 2000-2002 годах это был огонь вообще первые девчонки самые баскетболисты я даже зашел в раздевалку у меня рост там метр шестьдесят семь и собрасненько андрей собрасненько я видел это 220 вот детины так я им дышу в пупок визуально это вообще космос не докричаться даже джон роберт холден собственно вроде как бы защитник плеймейкер разыгрывающего невысокого роста но у него было тоже там около ста восьмидесяти девяти и для меня это тоже был космический парень вот в мире баскетбола я поварился благодарен этому опыту на самом деле понравилось тебе как журналист да наверное при приятное было время но как всегда отвлекает учебу институт надо писать диплом программой вот вообще как по сути по профилю программисты какой здесь какой здесь журналистка поприще вот ну и что-то выбирать да ну я просто благодарен тому времени что как журналист скажем так нашел в этой профессии специальности себя понимание как строится интервью как русский язык как пишутся отчеты превью анонсы и этот опыт переложил кстати на развитие сайта собственного команды крылья который вел на протяжении тоже лет восьми вот о матчах а каждый матч я писал ну это дорого и хоть бы дал ссылочку разу ссылочка есть после он существует и мы его просто не поддерживаем ну то есть понятно но все равно архивные архивные дела да есть как бы может быть отзывы и отклики там об играх баталиях там тех лет с левобережным с кем-то еще отматываешь там поздравление днем рождения еще что писали сейчас я свой опыт применяю больше в молодежку ребятам молодым нравится когда они пишут освещают их игры вот но это отдельно скажем так история доме за который затрону вопрос мне нравится о некоторых матчах прям удовлетворение даже если проигранную проигранную встречу все равно это все равно какой-то результат случае иногда даже проигранных встречах можно больше написать нежели о победе на самом деле никак вот конкретно день в день или там спустя неделю возвращаясь к описан описание матча чё как было вот это еще там не стоит ребят вот я вам серьезно когда 20 лет команде и этим молодым ребятам или нам прочитать отчет о футбольной игре 15 лет недавности что вот и вот здесь на самом деле вот тогда сев там вытянув ноги на диване до прочитать статьи на самом деле есть время поностальгировать вот и просто приятно вспомнить саша вот чего ты ждешь обычно своей команды перед началом каждого сезона ставишь ли какие-то определенные задачи или же просто вот как пойдет на припаде и безусловно я хотел бы и стремился к высоким результатам каждый сезон который начинаешь ну кто кто бы из капитанов кто бы из лидеров команд хотел бороться за выживание там да и каждый сезон понести снизу там и думать не дай бог о вылете ну кстати вот последний сезон если брать там или убережный долго боролся за выживание да хочется продолжить фразы валерия карпина ну и потому что пять команды из первой дивизиона наоборот вошло и даже те которые вылетели из вышки на самом деле сохранялись то есть существует у нас такое как бы любительский футболе пробел да что все 18 клубов нестабильны кто-то к сожалению отваливается коллективы уходят и поэтому явно конкуренции внизу нету вот поэтому она такая стоит номинальная борьба за выживание идет безусловно каждый матч как когда ты потому что внизу он тебя сильно мотивирует вот на каждый матч и приезжаешь с огнем вот если ты допустим грубо говоря идешь сезон середине ну в какой-то моменту ближе к весне наступает уже расслабленность ну надо доиграть ну да сезон долгий трудно сэмбель настроить кого-либо на борьбу вот но в этом отношении хочу сказать что нам крыльям цены цена вообще любая победа пока получать эти три очка вот зарядиться настроением победой вот на неделе вперед хорошо сыграть уже удовольствие вот а если бороться за первые места безусловно хочешь перед сезоном явно выступить но здесь очень много опять грабли сезона идет что либо нужно иметь большую обойму ребят пока те на рыбалке чтобы кто-то в отпуске кто-то на рыбалке кому-то нужно играть понятно просто здесь из всех вот этих условий стопроцентный результат именно изначально очень сложно получить безусловно и мы крылья как бы годами сезонами очень долго запрягаем вот и начало сезона как и в этом году в девятнадцатом тире двадцатом сезоне начинали не акте там по-моему четыре или пять поражений к ряду вот а потом 10 игр у нас кажется 26 очков из 30 возможных мы набрали вот все благодаря тоже тренировки сбору ребят ответственного пошли делу и вот хочу сказать что потенциал огромный вот у команды крылья но вот это я сейчас хотел и от себя тоже сказать сашу для меня крылья эта команда которого действительно вы есть посмотреть западную премьер-лигу может обыграть любого соперника но вот как его мы же с тобой да и ты сам не атака повторил да вот для этого нужно чтобы сложилось много факторов вот а для тех кто достаточно давно но из команд западной премьер-лиги например там первые ну пятерки ну или тройки скажем да там не всегда вот это все количество факторов складывается но результата все равно команда добивается вот мне кажется когда укрыли в тоже такое сложится и мне кажется вот тогда вы можете сможете подняться выше чем сейчас находится ну судя по результатам ты прав для нас на самом деле игры с топ-5 уровня команд премьер-лиги это всегда вызов проверить себя на этом уровне не просто проверить мы знаем что мы можем бороться мы проигрываем сами себе в основном я благодарен вашим вот видеозаписи на трансляции я хочу сказать что пересматриваешь игру понимать что она твоя и вдруг урасль из рук уплыла и все флагман очень дружелюбные это было день рождения крылья в 20 лет поэтому мы не могли поделиться и не были особыми да мы или по счету 20 очень кстати быстрый старт этой встречи было там два гола до на первой минуте там же минуты три спустя 2-0 еще казалось рука в кармане победа в кармане и и руки у вас там тоже в кармане уже были практически все но этот флагман сейчас продолжать в том же ритме просто откатиться назад вот как какие тоже бывают откатиться назад и сидеть вот оказалось с ошибкой и на самом деле невероятно мы за минуту пустили в конце первого тайма упустили счет с 2 0 2 2 буквально вернулись флагман понял голову вот это действительно мы позволяем сопернику пароль мне кажется что здесь как тактического плана так и безусловно замены пару не срабатывают на сильных соперников приезжаешь большие большой обоймы но крыльям вот как ты заметил сюда всяко лучше играть там две заменки но из качественных ребят которые хорошо готовы на данный момент вот слушал предыдущих ораторов от команда центр была у тебя в гостях ребятам тоже привет мы сейчас как чуть чуть попозже к этому матчу так впереди да ну вот они придерживаются стратегии играть две четверки всегда привозить две четверки мы на самом деле две четверки играть годами пытались и годами отказываемся от этой схемы вот что иногда лучше вот шестеро хорошо готовы 7 там еще не очень 6 7 человек может быть вполне достаточно для качественного итога результат иначе все потом расстраиваются приводишь а человеком дать рану или после болезни вроде бы и здесь и начинается опять в этот выбор дать всем поиграть или что нам нужно результаты да и пояса резать пожилому да и конечно хочешь не хочешь но все люди взрослые но все равно есть такой что где-то подознательно все футболист хочет играть поэтому кто-то конечно равно несколько обижать вот безусловно с флагманом так случилось что скажем так ошибки допускали люди которые пропустили там ряд тренировок выглядели неудачно и вот в те минуты нас наказывали именно сказать я понимал по видео по повторам причину причин следствия почему так результата форма это нога ну что ж ну хочется играть всем закрыли реально бьются ребята вот самоотдача претензий никогда нет вот побеждать мы хотим и главное что у нас есть понимание что мы можем вот первом круге получилось обыграть и убережный зацепили ничего с флагманом не беру матчи первого круга совсем когда на это конечно такое расписание было что все на рыбалках и в отпуске вот а нас хлопает флагман со счетом 1 4 и дальше левые элементы 62 при этом удаляет вратаря за то что он якобы за линии вратарской сыграл рукой мы фактически получили и удаление игру без вратаря и нас было всего шестеро то есть осталось пятеро и вот даже ну то есть все что могло пойти не так пошло не по резьбе вот действительно поэтому так второй круг для нас это действительно вызов и все команды с которыми сталкиваемся это элемент действительно сыграть по-настоящему тот футбол который мы умеем и подготовлены и очень жаль конечно что календарь так выпал что вновь вот после новогодних паузы и новогодних праздников да у нас игра случилась с центром дальше ближайшее воскресенье элементы на этот элемент вот надо быть готовыми вот здесь я мое мнение что кто первым удачно вышел из новогодних праздник вот из этих новогодних салатов кто-то и победит вот я вижу что парни из центра не все но лидеры вот тоже карабанов сергей явно лежал на диване и тренировался держаться в форме и порядке да безусловно они где-то двигались и где-то чуть-чуть были лучше нас именно физическом плане подготовки это важные самые моменты на самом деле быть готовым саша вот традиционный мой вопрос для моих как раз гостей вот 5 на 5 и 8 на 8 вот что для тебя приоритетнее или может быть в какой-то момент стал приоритет ну у нас была команда назывался на пк wings то есть на английский манер питание тяжел сергей года наверно так 12-15 то есть одновременно у нас был 5 на 5 также и 8 на 8 ну нам все-таки ближе 5 на 5 во-первых футбол чище меньше таких серьезных столкновений там мяч другой да больше привычный нам что он чувствует что он менька слушает тебя соответственно для меня 8 на 8 и в целом для всех ребят ушел в сторону но продажи продолжали пылить 8 на 8 на западе шеянов сергей волшинюк ой шеянов алексей прощения волшинюк сергей захар рыбакобылинг за кегли вот ну а мне пришлось вернуться в 8 на 8 когда я взял молодежную команду вот ребята школьники им почему-то ближе большой футбол на самом деле его в него проще играть потому что схемы забегания стеночки комбинации игра в обороне и скажем так мини футболе взаимодействие четверки гораздо важнее что вот сыгранные ребята были играли долго вот друг с другом вот 8 на 8 так дань иди левый фланг твой там эдик нападение там где разворачивайся лупи бей то есть но в целом конечно там есть свои тонкости нюансы безусловно знаю что 8 на 8 много практикой по разу можно комбинировать вот но в него проще вписаться человеку который просто пришел поиграть ребят я там можно давать 10 в большом пространстве человек может несколько раствориться вот на 5 на 5 видно сразу 5 на 5 видно изъяны видно если у его манеру игру игры не чувствуют ребята несогласованность и он вылетает он выпадает тут же пропустил много пару месяцев не играл ребята его забыли соответственно комбинации мини футбола уже сложно притворять жизнь есть такие элементы в этом вопросе поэтому мы за 5 на 5 но тут нужно быть вместе очень долго уже нескольких лет ну поэтому вот я говорю что основные результаты крылья добиваются только когда есть вот старенькие ребята которые в основном не тащат команду саж также со своими гостями это обсуждали но из того я тебя также не могу не спросить и да мы играли на разных полях да и в на рублевке и на говорова да здесь у нас этого сейчас на зимний период переехали в зал вот как тебе нравилось везде на самом а если как это любимая поляна вот честно для меня голову это вот прям самая настоящая заводная религия да я наверное соглашусь там было все по-домашнему и кстати это та самая площадка на которую в тдк спорт экспресса в 2001 2002 году с командой сестры вот тоже говору то есть потом спустя 10 лет спустя мы оказались там уже в системе вот хочется сказать да наверное лучшее поле там бы быстро ходит мяч она широкая в меру да конечно жаль что за полем сами не ухаживали и живот появились ямы ретины где-то можно было неудачь споткнуться на рублевке тоже про и проявился по моему колодец какой-то уступку вот . пенальти там выросла не мое размер это можно было закапываться поэтому действительно переход на поле здесь уже на на свету не уличная дался нелегко во-первых ворс был высокий и мяч еле катился мяч еле катился потом дождь или какие погодные условия или снег мы тоже играли здесь опять-таки это уже не мини-футбол потому что мяч на морозе вообще как камень тебя не слушается в ноге не лежит плюс хочу сказать параметры поля манеже приближена как за экзаменом на самом деле не убежишь на самом деле параметры поля в манеже приближено как за экзаменом футболу и мне лично вот лично мне приятнее чувствуется как бы окончание площадки то есть его какие-то характеристики вот когда на улице просто стоит разметка бывало довольно сложно из лучшего наверно да говорила наверно потому что и год молодые там прошли да еще мы себя не хороним да в целом но ребятам у нас всем в основном за 30 вот и сейчас идет некоторым сам настоящий клуб кому за 30 35 есть омоложение коллектива то есть вот сейчас приходят новые люди опять-таки с чем связано такой стартовый провал начале сезона я его предчувствовал я его осознавал что у нас на возможно да это будет потому что ребята не вписаны вот пришел вратарь 4 фандрей и свиридов антон ребятам по 25 лет если не ошибаюсь соответственно из пока солнцева команда которая была первой лиги в первом визионе 5 на 5 лфл вот закончил свое существование но ребята вот так сказать изъявили желание развиваться играть за крылья вот чему были несказанно рады особенно найти вратаря для нас год четыре пять наверное играли пятом пылевым вот за счет василия сергея шиянова алексея ребята устали я понимаю что что опять я давай не один левобережный у нас гоняет пятого вынуждены так действовать и скажем так понимали что на улице играют 5 на 5 вот с пылевым игроком дает результат дает победу вот мы смотрели как играет репост атлас как они разыгрывали как катран играл пятого как левобережный регулярно его включает мы у них учились не стесняюсь говорить об этом мы понимали что восход с капралом и димой тоже переключать пятого из к и поэтому эта тактика дает результат данной лиги в данных условиях и безусловно этому аспекту игры нужно учиться саш ну давай конечно с александром спиридон очень приятно говорить здесь принципе я мог задать один вопрос и уйти оставить камеру только с ним поэтому еще есть ряд вопросов но все-таки иначе у нас выпуск просто огромный получится поэтому лучше я александр приглашу еще раз к нам в гости а мы сейчас с ним постепенно будем переходить как раз таки к результатам прошлого тура сейчас они на ваших экранах будет кстати я забыл отметить из молодых ребят также наши вот новички это карланов артем и чиркин петя вот ребята которые выступают за не ту лид в другой системе футбола в другом турнире соответственно хорланов артем вообще выдался лидеры как как в качестве бомбардиров также и в человек который скажем так в начале этого сезона поставил нам тактику поставил нам игру вот которую ребята с вниманием с уважением слушают вот и под его скажем так апгрейдом вот крылья полетели особенно то есть я хотел бы тоже отметить молодой парень приятно что такие результаты такие скорости демонстрирует да но парк как мы говорили крылья это у нас давай первых в куб который давно существует и просто самое главное на что и александр от обратил внимание это коллектив который очень давно построены и поэтому есть ты как бы коллектив вливаешься дает тебе можно становится проще на и просто тебя принимают да отлично ребята вписались и скажем так в наш клуб попадают ребята по характеру по складу вот достаточно корректный честный дружные вот на самом деле наши двери всегда открыты для ребят для друзей особенно вот но здесь уже приходится опираться на тех кто дает качественный результат и качественную игру демонстрирует и готовы отрабатывать бежать назад отрабатывать в бароне укладываться полностью и безусловно вот они сейчас и делают результат команды придаются так возвращаемся мы еще раз на ваших экранах результаты прошлого тура ну здесь одна игра конечно выбивается это тура не этого данного 21 который прошел игра 14 тура наконец-таки сенсация ура ура центру спасибо мы раз говорим первое поражение United elements 5-3 центр молодцы выиграли ну вот из центральных встреч уже тура 21 это как раз таки думаю сажен то здесь выбора никакого нет это флагман или убережный да второе и третье место играли между собой флагман лежал победу со счетом 21 но вот относительно как раз таки коллектива еще раз центр и крылья да у нас есть возможность посмотреть нарезку этой встречи от поражением 43 от центра до крылья проиграли вот что скажешь в общем по игре видно что по глубине вздоха еще не отошел все такие впечатления той встречи мы здорово играли и как минимум что-то заслуживаю да вот сейчас извините я перебью но вот как в этом моменте центр забивает вот сейчас будет повтор да спустя вот посмотри через двоих да через двоих между ног мяч проскакивает и в ближнюю штангу между ног вратарю опять это неожиданностью для вратаря было на этот гол вот и ребят которые перекрывали собственно угол удара совершенно невероятным образом просочился мяч но я лично ждал и был готов к тому что центр команда бьющая который любит поймите и по девяткам и издали иногда не разыгрывая не раскатывая просто вот нанести удар и собственно вот карабану сергей продемонстрировал свое умение вот очень хорошо качественный готов парень на данный момент поэтому свой момент на реализовала браво что сделал на самом деле досадно потому что вратарь наверно в двух эпизодах трех мог у нас выручить но здесь вот я говорю момент такой кто кто первые проснется включится включится после новогодних салатов на самом деле глядя на флагман левобережный ощущение было точно такое же ну это вообще первый тайм что мы что они это не так же согласятся мы с ним после игры разговаривали но очень тяжело было конечно тяжко включаться в работу а это при том что как бы у нас обычно да ну сам знаешь конечно в западной первой лиги у нас перерыв то обычно до марта вот а здесь то всего лишь это там много три недели забивает на лучшим двордиру 31 мяч забил уже в этом сезоне и кстати отличался он пятью мячами это пент от риг два раза и один раз у него было 6 мячей это секс то да мальчишка обратите внимание я кстати не знал мне сказали сань вот зовем харламова артема команду крылья вот лёша шиен как раз который на экране говорит харламов у меня 17 номер номер легенды всегда на спине со мной вот с 99 года конечно зовем вообще не вопрос то есть даже не обсуждается говорит по любому может быть там третяк есть вот есть не то лидия третяк вот ну ладно уже шутка потому что парень он не вратарь а просто полевой ну отлично вот здесь центр конечно очень красиво грамотно разыграл хороший кстати вот здесь самый настоящий мемифутбольный гол да отличный гол пас на столба но опять таки и васильев и я не доработали в этом эпизоде и вратарь ну то есть все совпало все сошлось в этом голе центр красиво раскатал и то есть вот это вот немного отсутствие дисциплины в обороне на самом деле нас подкосило в данной встрече потому что сбивали голые отнюдь не ну чуть-чуть где тонко там и рвется всегда ну конечно вот капельку не доработал и сразу пропустили да вот здесь тоже Сверидов Антон мог забить у нас были выходы эпизоды ну просто за голову хватаешься будет эпизод еще Чиркин петь после паса Харламова мог замыкать на штанге ну вот здесь кстати хороший гол а вот здесь уже заметь ошибка центра вот как долго был с мячом Шиянов посмотрите три вокруг него человека но никто его не встречает а он уже до 11-метровой точки ну 11-метровой точнее до точки пенальти подошел поэтому ну и здорово воспользовался Лешку здорово забил кстати играл он ну после падения да вот здесь там затолкали опять таки видите удар центра но абсолютно ничто не предвещало центр лупит с края площадки издали наносит удар это не раскатываем мяч как мы привыкли и ожидали вратарь убивает перед собой да здесь уже да нам заносит то есть вот ну объяснения этим мячам нет кроме того что прозевали просто факт момент удара вот Лешка Шиянов кстати обратите внимание он играл у него была там кровоточащая рана вот в водолазке в свитере собственно пошла кровь его его попросили заменить да здесь я ошибся да ну и вот наверное после этого уже после этого голоса уже подумали что вряд ли сможете вернуться нет 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 я просто я подумал в тот момент что мне не стоит пятым играть и пятым пусть подходит Чупеев Андреев да а кто ты а ты например наоборот с края где ну мне надо в поле пятым кому-то другому но не брежный мне пас я не ударил вот уже здесь подходит Чупеев кстати мешает солнце ну видишь пару пасов Лешку нашли на планге на краю он сократил отставание в счете чуть-чуть мы отпустили центр чуть-чуть и я где-то конечно по заменам ошибся так вот я хотел сказать что Шиянов играл с кровоточащим локтем но минувшем туре Криштиану Роналду с кровоточащим локтем но на водолазку также играл его не просили замениться Алешку попросил Женя Бобровский уйти с поля вот и нам в этот момент забили гол счет стал 3-2 в общем то мы считаем так ну я не знаю какие-то стандартные правила стандартные правила должны быть какие-то ну в любом случае мы отметим здесь два момента во первых Криштиану Роналду посмотрел нарезку нашего матча это первое а второе конечно ну по правилам если главный арбитр видит кровь у какого-то игрока это обязательное условие того что игра на какой-то момент останавливается этого игрока просит именно покинуть поле чтобы он устранил этот момент поэтому резюме к матчу центр не спал в салатах молодцы вот и где-то чуть-чуть нас как сказать чуть-чуть оказались сильнее хорошая команда и я понимал что United Elements мы играли в субботу соответственно игра центра в воскресенье что United Elements будет не слабко с ними вот здорово Дима Гудков подготовил команду вот со своей тактикой подходом я думаю они еще кстати уже не удивят но тем не менее если будут сохранять прежний темп вот будут идти вровень с вами это точнее мы будем стараться идти вровень с ними или так да ребята интересные и ребята новые кстати вот тоже Игорь из центра сказал что вот игра с крыльями понравилась в первом круге там 6-0 6-0 там на самом деле был счет не 6-0 я поправлю там был счет 1-0 в пользу крыльев и потом центр успел вернуть свою игру 1-1 потом 1-2 и мы просто включили пятого и откатились поэтому получили 1-4 итоговый вот но игра действительно была равная интересная и приятного хороший соперник что играет не грубо здорово я надеюсь на дальнейшую хорошую встречу да вот как раз теперь календарь следующего тура на ваших экранах да давай Саш выделим все-таки центральную встречу вот как думаешь кто Левобережный центр да действительно матч тура наверное Левобережный центр здесь ну Левобережный уже готов кстати я хочу сказать что центр я думаю Дима Гудков к нам подготовился он смотрел запись игры крылья флагман разобрал он разобрал нас точно по косточкам потому что мы я должен признать не знали все-таки в каком в какой форме в каком физическом уровне находится центр вот они все-таки нас посмотрели то есть крылья флагман я рад что нас снимают на видео но Дима точно наблюдал и все разложил вот Левобережный все-таки ребята-то давно в мини-футболе и манеру игры центра я думаю Боря и Тихон и Василий и Кимовский они изучат вот подойдут ответственно матч за 6 очков я полагаю кто выйдет победителем не знаю ну абсолютно точно да вот здесь абсолютно непредсказуемые результаты на три схода точно команды будут играть да но если центр понимаешь он как бы сейчас поймал волну взял победу начал сезон с двух даже весеннюю часть или зимнюю можно все-таки сказать вот зимнюю часть с 6 очков и 6 вот с командами из топ 7 да будем так говорить соответственно и центр я полагаю фаворит в этой встрече вот но Левобережный так просто никому не даст очки да но я хотел бы отметить игру еще медил флагман да вот медил наверное самая возрастная команда в премьер лиге но опыт слишком большой поэтому здесь ни в коем случае нельзя не заценить и при этом это также почему-то отметил медил потому что это одни из ваших конкурентов прямых да вот календарь был теперь таблица на ваших экранах да ну здесь юнайт эльминс безоговорочный лидер да наконец-таки первое поражение потом следом идет флагман и левобережный и вот как раз таки седьмое восьмое место да это вот как раз седьмое крылья и медил на восьмом то есть 33 очка и 32 при том что у вас тур с лидером чемпионата да очень тяжелый игра в любом случае ждет да но медил играет как раз таки с нами с флагманом да медил мужики на самом деле вот если брать первый круг и отметить сложные самые сложные матчи противостояния которые у нас были да мы обыграли там медил со счетом 5-3 но мужики не сдавались и по ходу встречи по-моему они вели один нет они вели мы повели 1-0 они ответили 2-1 и вот в этот момент когда медил ведет в счете ребята я не знаю на самом деле как у них хотят мяч и как как вообще им навязать игру вот потому что мужик который стоит на ворот собственно отлично ловит ногами вот закидывают мяч там на чужой половин поле разыграют раскатывают на самом платке они всех в принципе обыгрывают вот настолько технично мужики да с футбольной школы явно поэтому готовьтесь я думаю будет интересное противостояние невзирая на разницу в возрасте ну и вам я пожелаю того же смотри центр смогли почему же крылья не смогут еще одно поражение именно этот элемент и им бы еще парочку и тогда уже интрига конечно нужна она нужна мне кажется мы только рады если получится сыграть удачно с командами из топ-5 скажем так и при этом кстати вот да саш если посмотреть до ручки то не так далеко собственно потому что у вас 33 очка у них 36 и смотря как они на свою встречу сыграют да в принципе если вы играете ну юнайт эльманс и дальше может и повыше подняться ну цель безусловно у нас попасть в пятерку если мы по результатам сезона будем в пятерке это будет великолепный для нас результат с учетом проваленного скажем так августа и осеннего участка Русичи недалеко но в очной встрече в двух очных встречах мы им уступили причем да скажу по делу то есть получается уже с ручками вы играть не будете мы с ручками играть не будем и при равенстве очков мы будем ниже да мы им уступили абсолютно по делу но скажем так по по потенциалу и того что мы можем я думаю хотелось бы доказать что для топ-5 мы все-таки готовы у нас впереди предстоит встреча с Катраном с Левобережного во втором круге мы еще встретим то есть у вас календарь еще еще тот календарь еще будет да соответственно поборемся посмотрим я надеюсь что седьмое место это для нас предел да я кстати всегда и надеюсь на это потому что мы так давно уже вместе играем мне хочется вот Русичи мы уже разок увидели на первой строчке да ну вот крыльями я кстати того же и желаю Саша спасибо большое что пришел к нам в гости действительно был очень интересный разговор но их конечно всегда ждем еще да и у нас конечно еще будет что обсудить Александр Спиридонов футбольный круг крылья двадцать лет уже играют футбол ребята вместе больше десяти лет у нас уже получают на западе да поэтому сумасшедшие цифры что ж Саша спасибо большое спасибо до новых встреч ну что ж это был мир любительской футбольной лиги играйте в футбол и всего вам хорошего